Как создать примитивный объект на сцене? В Unity, как известно, уже встроена часть примитива, которую мы можем использовать в своих проектах. Точно так же мы можем импортировать уже готовую модель для его изображения в текущий проект. Но научимся сегодня работать именно с примитивом. Рассмотрим несколько способов и затем вы можете выбрать удобный для вас. Первый способ мы обращаемся к вкладке Assets, которая находится в левом верхнем углу. Нажимаем на нее и затем в открывшемся окне выбираем вкладку Create. Открывается еще одно окно, где нам нужно будет нажать на вкладку 2D, затем Спрайт и выбираем тот объект, который мы хотим с вами добавить на свою сцену. Я выберу капсулу и мы видим то, что в окошке Project появилась капсула. Она сейчас является ассетом, то есть не игровым объектом, так как сцена у нас до сих пор осталась пустой. Поэтому нужно это исправить. Мы нажимаем на капсулу левой кнопкой мыши и перемещаем ее в центр, в одну сцену. Все, нашу капсула теперь превратилась в игровой объект и можно ее использовать как честь нашего проекта. Еще один способ. Мы нажимаем на вкладку GameObject опять же в левом верхнем углу в основном меню программы. Затем опять выбираем 2D, Спрайт. И, например, я выберу Изометрик Даймонд. И чем отличаются даже эти два способа, то что использовав вкладку GameObject, созданный нами объект, он сразу же становится игровым. То есть он сразу попадает в окно сцены. В отличие от капсулы, которая сразу попала в окошко Project, являлась ассетом. А затем мы уже вручную перенести ее в центр. Есть еще один способ. Есть окно иерархии. В этом окне, как известно, у нас отображается список всех игровых объектов, которые есть в окне сцены. Мы можем вот таким вот образом два раза нажать и получается то, что мы сразу же в окне сцены переносимся на их изображение. Нажимаем на Майн Камеру, чтобы полностью видеть все, что у нас находится. И с помощью этого окна можно создать игровой объект. Примитивный игровой объект. Нажимаем на плюс, который расположен под названием окна. И здесь повторяем уже известную нам процедуру 2D. Спрайт. И на этот раз я выберу circle, то есть круг. И тоже вы можете заметить то, что объект сразу же становится игровым. То есть он сразу впадает в окно сцены. Вот таким вот образом. И еще один способ использовав окно Project. Мы в окне Project в пустой области. Нажимаем правой кнопкой мыши. Выбираем Create. Потом 2D. Спрайт. И выбираем, например, я выберу вот такой вот объект. Сейчас посмотрим, что это такое. Это у нас многоугольник. И мы можем видеть то, что он стал у нас ассетом. То есть не игровым объектом, а ассетом. Чтобы сделать его игровым объектом, нам нужно не выражать и перевести себя в центр нашей сцене. Все. Теперь наш многоугольник является уже игровым объектом. Вот такие вот способы у нас доступны в Unity по работе с ассетами и по работе с игровыми объектами. Субтитры сделал DimaTorzok